вот у нас и браконьеры нашлись ранились лося видимо куда-то в легкое кровь везде разбрызганы выше лось и следы нивы на дороге везде идет хромая где-то ищут его ранили круг дали сюда выскочили он побежал вот вышли в поле раненого слышу в поле а здесь все поле накручены и скручены следами вот они искали где удалось вышел у нас все поле искал и два раза видишь прокатились по следу вот 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 он кровит это прокатимся по этому следу сейчас до сих пор ездим вычисляем след откуда был выстрел или хотя бы обнаружили влася пока кругами все ездим вот место нахождение следов машина та же следы те же вот он след я примерно понимаю что происходит они сюда заехали спрятались отстрелялись заехали встали сюда сейчас типа подождем сейчас подъехали к месту где был последний след от машины уехал и лось был оставлен на ночь блеск видимо отпустили чтобы он там сохранился залег сейчас подождем уже час ждем никто не подъезжает еще часик подождем до завтра 333 время 2333 сегодня число у нас вот 7 8 27 октября подождем если сейчас тишина будет завтра с утра надо будет до рассвета пригнать ждать что за друзья у нас тут такие ездят так что вот так вот вот охрана территории такие друзья в тихомолочку никому наверно не нужны итоги на следующий день как вы видите мы обнаружили два автомобиля которые были на месте преступления те же следы те же автомобили но как оказалось по итогу зверь он жилось ушел осталось лёжка кровавого и лось ушел на месте мы этих людей не поймали незаконно добытым 8 обговорили поговорили поругались покричались потому что на нашей территории которую мы охраняем делаем биотехни и эти люди особо в эти заморочки не вникают приезжает и вот таким образом здесь косячат так что вот такие суровые тяжелые будни обычных охотников